Разрушенные здания в Донецке. За последние дни правительственные войска подошли к городским окраинам. Горсовет заявляет, что всю минувшую ночь были слышны взрывы и залпы из тяжелых орудий. Сепаратисты объявили о том, что город находится на осадном положении. Сообщается о нехватке продовольствия и перебоях в электроснабжении. Тем временем жители Донецка продолжают покидать город. По официальным данным, число беженцев достигло уже 200 тысяч человек. А это уже кадры, сделанные к северу от города, где украинские военные ведут бои с сепаратистами. Тем временем, несмотря на боевые действия, близ Донецка на месте крушения малазийского лайнера работают сразу несколько групп международных специалистов. На прошлой неделе, после нескольких безуспешных попыток, им всё-таки удалось добраться до района катастрофы. Эксперты обнаружили останки ещё нескольких пассажиров. «Самолёт с останками пассажиров будет в понедельник отправлен в Голландию, где состоится такая же траурная церемония, что и в прошлый раз». Австралийка Рин Моррис потеряла в этой страшной трагедии троих детей. Теперь её жизнь утратила смысл. Сотни жителей города Перд пришли на панихиду по детям, которые стали жертвами противостояния на востоке Украины.